Всем привет, меня зовут Григорий Мосин, я шеф-повар. А что, вам жалко, что я с этим? Он просто сейчас сядет. Да, острые углы. В принципе, вы не моя аудитория, честно, честно, потому что обычно, то есть я же понимаю, мне конечно хотелось бы, чтобы я нравился молодым красивым девушкам, но у меня это 45 плюс, то есть обычно это люди, которые говорят, о, здравствуйте, мы вас любим, мы вас смотрим, я говорю, у вас есть вкус и телевизор, я просто не знаю, у кого из вас есть телевизор, поэтому, ну, давайте все равно начнем. Меня зовут Григорий Мосин, я шеф-повар, у меня больше, наверное, там, ну, больше 30 различных телешоу, у меня несколько книг, сейчас я допишу еще одну, у меня куча федеральных брендов, то есть я всем рассказываю о том, что джем махеев 100% натуральный, изготовлен из самых спелых сочных ягод, в которых бережно сохранен, там, крупный мясной бренд сейчас тоже пойдет телереклама, все это безумно люблю, вот, ну, их правда много, несколько федеральных брендов, и блог, да, у меня есть блог на дзене, ура, то есть я всегда удивляюсь, когда говорят, блогер, блог у меня, в общем-то, не очень большой, там, 15 тысяч или 16, ну, ну, в принципе, да, я его начал вести совершенно недавно, и мне так хочется верить, что мне не помогали, что я сам все набрал, да, я все сам набрал, ну, хорошо, вот, поэтому, да, вот, у меня есть такая штука, которую я обычно заканчиваю все свои выступления, да пребудут с вами соль и перец, все, да, шучу, о чем сегодня хотелось поговорить, да, о том, что, что вас ждет, сначала, я же все время хочу рассказать людям, что вас ждет, вы же оптимисты все, да, вы пришли учиться на шеф-поваров, вот это все классные, но, когда я кормлю людей, я обычно говорю, что, ну, там, вот, какие-то вечеринки, шеф-тейблы, там, мастер-классы и прочая фигня, я говорю, ну, слушайте, ешьте сейчас, потому что на мясо на всех не хватит, и, в общем-то, в этом есть вполне понятная суть, мы должны понимать, что, там, уже сейчас, там, в Липецке строят, построили, совершенно отличный завод, который выделяет белок из личинок, да, у нас есть, там, компания Эвка, которая делает потрясающие котлеты и прочие мясные деликатесы без животных белков, понятно, у нас есть гидро, там, куча всего, гидропоника, генно-модифицированная и прочее, все это связано не только с тем, что меньше и меньше людей выращивают землю, а все хотят на этой земле построить коттеджные поселки, ну, и с тем, что население становится гораздо больше, то есть все помнят, что первый продовольственный кризис, который был в мире, он был связан с тем, что китайцы, у них подросло благосостояние, они, кроме риса, стали есть еще и мясо, и все, и во всем мире началась просто, цены приподнялись, и начался ужас, надо понимать, что большие страны, Индия, Китай и прочее, прочее, их благосостояние будет расти, они будут выходить на новый уровень, они будут потреблять больше продуктов, в том числе и наши с вами продукты, поэтому мяса на всех не хватит, поэтому, конечно, здорово, что все вы пошли в повара, но надо понимать, что, скорее всего, туда профессия шефа, она будет, ну, такая, она со временем будет становиться штучной, то есть, может быть, там на первые 10-20 лет вам еще и хватит, а дальше вы абсолютно четко получите дикую конкуренцию от выпускников художественных училищ, которые будут совершенно круто, великолепно печатать еду на принтерах, имея совершенно прекрасный доступ к, не знаю там, к белкам, углеводам в жидкой сыпучей форме и 3D принтерам, и там уже сейчас там в Москве, я не знаю, сейчас он закрылся или нет, но прекрасный KFC функционировал, в котором не работало ни одного человека, кроме управляющего, да, и это классно, и, ну, с точки зрения работодателя, с точки зрения работодателя, это очень круто, нафига мне в ресторане, там, повар, который может накосячить, и ты его не оштрафуешь, потому что он соскочит в соседний ресторан, нафига мне пьющая мойщица, нафига мне, ну, там, безответственный шеф, ну, заменить человека на машину, это, в принципе, классно, особенно если речь идет о больших крупных сетях, которые могут себе позволить, и поверьте, они позволят в какой-то момент эту историю, поэтому я всегда говорю, ну, что, круто, учитесь, конечно, учитесь, или, ну, или, вот мы сегодня об этом говорили в интервью, вы всегда можете самореализоваться, там, вот, у меня, опять же, там, как у работодателя, там, главные конкуренты, это такси, доставка Яндекс, даже не Макдональдс, то есть те вещи, в которые совершенно спокойно может уйти обычный линейный повар, потому что там деньги примерно те же, и нагрузка примерно такая же, вот, они главные конкуренты, то есть всегда можно реализоваться как курьер, но всегда лучше учиться. Смысл, смысл учиться, всегда во всем нужно искать смысл, самый, ну, мне-то 46 лет, я уже знаю, о чем говорю, или 47 даже, фига знает, время летит вообще. Самый ценный, самый, ну, правда, самый дорогой, самый крутой ресурс, который у вас есть, это время, то есть сейчас кажется, что его дофига прям, вообще, его дофига, а на самом деле нет, вот мы вчера сидели в потрясающем ресторане Чешуя, вообще, я прям смотрел, плакал от зависти, круто, я в Москве таких вещей не видел. Вот, но перед тем, как попасть в ресторан, мы сидели просто все на телефонах, потому что там впечатление, что до майских праздников все партнеры решили сделать, ну, выполнить все дела, и, то есть, как-то дни уплотнились очень и очень круто. Кстати, вот здорово, что вы живете в Красноярске, у вас лишние 4 часа времени есть работать, прям классно, я завидую. Ну, так вот, поэтому делать сейчас, не понимая, для чего ты это делаешь, смысла нет, то есть, во всем нужно искать смысл, то есть, ты учишься на шефа, отлично, нафига, ты там занимаешься спортом, ты уже, да нафига здоровому, человеку спорт не нужен, больному не поможем. Вот, во всем нужно искать смысл, и, если сейчас, даже сейчас, если ты понимаешь, что ты хочешь работать на кухне, но, например, тебя будет бесить, ну, не то же бесить, но я, опять же, по себе сужу, то есть, у меня была мечта работать на кухне, то есть, 30 лет, и я взял, грубо говоря, продал свой бизнес, и это, кстати, тоже очень круто, потому что у меня было, там, несколько лет, чтобы совершенно не думать о деньгах и заниматься тем, что я хочу, тем, что мне нравится, то есть, я, там, за 2 месяца окончил программу ПТУ, да, но мне не надо было получать высшее образование, оно у меня есть, там, высшее образование, образование MBA, все мне хорошо в этом плане, то есть, я прошел на программу ПТУ, я пошел в школу к Иврю и Рашкову, я покатался по Европе, постажировался, и я понял, что я не хочу работать в ресторане, ну, прям, это, ресторан, это прям класс, и у меня всегда огромное удовольствие к людям, которые кормят людей, каждый день проводят на кухне, там, в графике 2-2 или 5-2, от 8 до 12 часов, класс, вообще не мое, вообще не, ну, но мне нравится кухня, и, то есть, я начал искать для себя варианты, как остаться при том, что мне нравится, но каждый день не проводить на кухне, и, то есть, вот, кулинарная школа была очень крутой вариант, то есть, я управлял школой Ивлев и Рашков, очень долго преподавал там, потом, когда Рашков ушел, Ивлев сконцентрировался на ТВ, я ушел, я создал сеть кулинарных школ для Чихана номер один, это крупный московский бренд, я не знаю, он здесь есть или нет, ну, и, в свою очередь, начал искать, опять же, варианты, где еще самореализовываться, то есть, для меня это было телевидение, и первое время там съемки в жубе мира, простите, ночи, бесплатно, со своими продуктами, конечно, еду, вот, зато теперь, да, я там четко понимаю, сколько стоит мой съемочный день и прочее, прочее, но это занимает время, то есть, я искал смысл в том, что я делаю, я смотрел, куда мне хочется развиваться, понимаю, что там бессмысленно потратено кучу времени на Инстаграм, например, да, нафиг он нужен был, потому что все мои бабки сейчас отвалились, но бабки, я имею в виду, пожилые женщины, которые раньше смотрели Инстаграм, сейчас я не знаю, что такое VPN, очень тяжело, слава богу, есть Дзен, и, кстати, опять же, там в плане, почему мне Дзен сейчас нравится, то есть, Инстаграм это такая штука, в которой ты должен постоянно генерировать контент, делать какой-то сериал, сторис и прочее, 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 меня это выматывает, мне это нафиг не нужно, я там в Дзене написал пять статей, поставил дату публикации, забыл, а там еще и деньги платят, вот, поэтому, пожалуйста, сейчас ищите смысл, понимаете, если вы не хотите заниматься, то есть, работать на кухне каждый день, не видите силы, или там понимаете, что слишком большая конкуренция, но хочется оставаться при еде, посмотрите, вокруг рынок был, ну, рынок прав, Ильич был, рынок требует, а Ильич был прав, а Ильич был прав в чем? Ну, вы знаете, кто такой Ленин? Нет? Все серьезно? Ну, хотя, возможно, вождь мирового пролетариата, главная фраза Ленина для школьников и для всех, кто думает о будущем, была написана на каждой 12-ти листной тетрадочке в то время, когда я учился в школе, А, Ленин говорил, учиться, учиться и учиться, пожалуйста, учитесь, я об этом буду говорить постоянно, ну, честно, я прям, знаете, чем завидую, то есть, сейчас я понимаю, что я там трачу огромное количество времени, чтобы восполнить какие-то вещи совершенно базовые, которые я мог бы получить, а если бы в мое время было такое образование, как у вас, я их трачу на то, чтобы их там найти, восполнить, узнать, получить какой-то дополнительный опыт, блин, круто, сейчас у вас есть эта возможность, да, точно так же есть возможность самообразования, ну, все равно у вас много времени, ну, правда, очень много времени, которое, там, не то, что оно бессмысленно тратится, да, но оно может быть потрачено гораздо эффективнее, то есть, я в тот момент, когда решил, что денег в телевизоре гораздо больше, ну, а это правда, то есть, даже если на телеканале каком-нибудь вы получаете не очень много денег, вы потом за один корпоратив получаете гораздо больше, чем, ну, там, в два-три раза больше, чем обычный шеф на кухне за месяц работы, ну, а что есть деньги, как не самый простой, самый понятный мерило вашей эффективности и вашей успешности, то есть, я вот сейчас отвлекусь, обычно, знаете, многие любят говорить мне, там, а вот Ивлев не умеет готовить, о, это типа секрет раскрыли, а я говорю, слушай, отлично, ты крутой шеф, сколько денег ты заработал за последний год, вот, и ты можешь оставаться сколько угодно крутым шефом, но должен понимать, что шеф Ивлев за, не знаю, там, за пару съемочных дней заработает больше, чем ты за год, вот, поэтому, ну, выбирайте, что вам нужно, проще учить людей готовить за большие деньги, чем кормить, ну, опять же, поэтому, что, учимся, учимся, обращаем внимание вообще на все, дзен, слава богу, он интуитивный, но мне, чтобы там было комфортнее в телевизоре, то есть, я ходил на курсы вокала, я ходил на курсы артистового мастерства, я ходил, то я прям много там работал психологом, чтобы перестать бояться и камеры людей, ну, то есть, проводить постоянную работу над собой, не будьте оптимистами, вам будет не очень легко найти работу, несмотря на то, что вы можете окончить институт с красным дипломом, с отличием, прям, будете звездой-звездой, потому что, ну, во-первых, все равно, какая-то часть из вас окончит институт, но не будет работать по профилю, какая-то часть из вас окончит институт, будет работать по профилю, но будет плохим управленцем или шефом, ну, блин, так случается, все люди, как люди, а те, кто будут хорошими шефами или управленцами, не будут лучшими, потому что всегда будет кто-то, кто лучше вас, Учитесь В том числе и переживать неудач Курица или яйца Моя любимая история Смотрите, я очень много В последнее время Общаюсь с кулинарными блогерами То есть мы делаем Мы их активно снимаем Снимаем с ними какие-то шоу Обсуждаем прочие проекты Вся фигня кулинарного блогера Большинство кулинарных блогеров 90% кулинарных блогеров Они не умеют готовить Вот это прям жесть То есть смотришь Тетка какая-нибудь, миллион подписчиков Не умеет готовить Она и снимать не умеет Она и говорить не умеет Но они близки народу Но им совершенно нечего сказать То есть это люди, которые Им нечего сказать Они не расскажут ничего нового Очень часто они рассказывают Какую-то дичь просто Ну прям реально Какие-то абсолютно дикие вещи Типа варим яйца 20 минут Ну дур уже Вот, но У нее миллион подписчиков И получается, что она права Получается, что она права Но Есть самое главное На мой взгляд Есть самое главное Если ее не станет Ну там Не обязательно она умрет Может ее просто машину собьет Да, и она в коме будет валяться То есть нормально все с человеком Вот Но если она перестанет генерировать контент Мир от этого не станет хуже И те люди, которые Те миллион людей, которые ее читали Они ну просто найдут еще одну Такую же дуру И будут читать ее Ну естественно Не на дзене На одноклассниках На одноклассниках На дзене Это они все приличные Поэтому Мне всегда близки люди И я с огромным уважением Отношусь к людям Которые Вот зарабатывают Огромное количество подписчиков Не Из-за того, что Они сделали много контента Которое заходит А люди подписываются на них Из-за того, что Человек что-то из себя представляет Ну опять же Вернемся к тому же Ивлеву Но на него люди подписываются Потому что это Ивлев Потому что они привыкли к нему Потому что они лояльны ему Потому что это человек Который чего-то достиг Ну вот Поэтому я и вас призываю Но В первую очередь Вам нужно что-то представлять из себя Вам нужно Вам нужно иметь то Что вы можете сказать людям И то, что это будет полезно людям Поэтому всегда не нужно путать вот эти вот вещи Много контента И много подписчиков Это не всегда хорошо В первую очередь Сделайте из себя Работайте над собой Будьте интересны людям Ну Просто это всегда сложнее И требует Много времени И денег Но если вы все сделаете правильно Так вам придут деньги Ну это прям Это реально Смотрите У нас Я знаю О чем говорю Огромное количество брендов В России Было Есть Будет создаваться И Понятно Им всем нужно продвигаться Им нужно продвигаться И они ищут Они ищут человека Который будет помогать им Ищут человека Который будет Авторитетен Для определенного Ну определенной целевой категории Просто спокойно Донесет до людей О конкурентах Конкурентных преимуществ Одной колбасы Перед другой А у вас в этом плане Огромные Прям вот Огромные шансы Вы молодые Вы можете работать На свою целевую аудиторию Хотя она сейчас Не самая Не самая платежеспособная Мы будем Ну то есть здесь Но С другой стороны Может быть это даже и хорошо Потому что Ну хочешь быть богатым Продавай бедным И Брендам Которые производят Недорогую еду Недорогие продукты питания Недорогие гаджеты Наверное Ну то есть Естественно Им нужен человек молодой Да Понятный То есть Я бабушкам продаю Вы ровесникам Все отлично В этом плане Поэтому Они же прям воют Большие бренды Реально воют Дайте нам лицо Дайте нам человека Вот если вы сейчас Начнете по рукам Пересчитывать Количество Популярных шеф-поваров Вот Ну по-настоящему Известных в России Вы не наберете Там больше десятка Ну то есть Вы-то наберете Потому что Все они были у вас Но нужно понимать Уровень их медийности Потому что у нас Там понятно Что Там будет Ивлев Мухин Наверное Ну наверное будет Но скорее всего Да Хотя может быть И не войдет Но там будет Там будет Ургант Там будет Вот эта сумасшедшая Белка с НТВ Как ее Высоцкая Да вот я про нее Говорю Ну то есть Там будет огромное Количество людей Которые даже Не повара Там будет Назаров Из кухни Из сериала Вот Емель Яенко Ну потому что У нее 3 миллиона Да или там Сколько сейчас у Васи Емель Яенко Потому что все равно Будет продаваться Масло Будет продаваться Еда в коробочках Будет продаваться Там заменители мяса Там кетчуп И прочее Прочее Заводите блог Становитесь популярными И к вам Придут деньги А сейчас Ну В этот момент Вам нужно будет решить Сколько денег За это брать Там я знаю Что Вот мне рассказывали Что у вас У кого-то там есть Тик токи 2 миллиона И все такое То есть Чем популярнее Будет становиться Ваш блог Тем больше К вам Будет Заходить рекламы Там В свои блоги Я никогда Не продаю рекламу Со стороны Потому что Ну во-первых Я ленивый Я точно знаю Что я не выдержу По срокам Я занятой А в-третьих Для графа Деля Фер Вы помните Я не знаю Три мушкетеры Есть прекрасный роман Граф Деля Фер Там был Он же Атос И он говорит Что для графа Деля Фер Это слишком мало Для Атоса Слишком много Поэтому Я стараюсь Не продавать Никогда рекламу В своих социальных сетях Я всегда Стараюсь Оценивать время Которое Я трачу На проект Я больше Фокусируюсь Да На телевидении На каких-то Крупных оффлайн Мероприятиях Я четко понимаю Сколько я должен Зарабатывать В день Вышло у меня Шуму Какой-нибудь Я чуть поднял Свою стоимость Родилась у меня дочь Я поднял его В два раза На вопрос Почему так дорого Я говорю Потому что я офигел И люблю деньги Это хороший аргумент Его люди Как правило Понимают У всех Своя слабость Окей Хорошо Давайте Вот Важно Понять Сколько ты стоишь Сейчас Ну потому что Ну опять же Там с точки зрения Ты смотришь Сколько тебе могут Заплатить за рекламу В инстаграм Окей Это одна копеечка Сколько Денег тебе может Заплатить крупный бренд За то что ты говорил Что там Не знаю Вершина вкуса Вершина бутерброда Еще копеечка Сколько денег Ты потратил На обучение И как быстро Ты хочешь Их отбить Да Соответственно Ты добавляешь Еще копеечку За свою наглость Но Там все равно Надо понимать Настолько ли ты Хорош Чтобы не знаю Там Просить там 100, 200, 300, 400 тысяч За корпорат Как правило Как правило Когда готовят Очень медийный человек Там даже пофиг Как ты готовишь Вот это самое смешное Ну и люди У нас по большому Да Вот как бы печально Это не звучало Я прям четко говорю Свершина своего опыта Я провел Очень большое количество И корпоративов И частных вечеринок Гастро-ужинов У нас Там 90% людей Не разбираются В сигарах Вине и мясе То есть Вообще никак Ну То есть Все То есть Мы там Знаем о мясе Все Говорят тебе люди Видят Не знаю Первый раз в жизни С твоих сухого возревания И плачут от счастья И восторга А потом ты даешь им Какое-нибудь гаражное Не знаю Крымское вино И люди Вообще просто В экстазе Вот Люди Не знают Люди Не разбираются Я не призываю вас Пользоваться этим Я наоборот Призываю вас Рассказывать людям Об этом Потому что Чем полезнее вы для людей Тем вы Дороже Поднимайте свою Стоимость За дорого То есть Свою стоимость Неся людям Свет, счастье и пользу А девочки знают Все девочки знают Что лучше Выйти замуж И постоянно Получать Подарки Пусть они не будут Не самые Дорогие Но они будут Регулярно Они будут гарантированы Это называется Стабильность Это опять же К вопросу о том Как лучше себя продавать Почему я отказываюсь Например от разовой рекламы В социальных сетях Или от каких-то там Разовых акций На две недели В пятерочке Потому что А насть мне это надо То есть Всегда лучше Продать свое лицо Свои знания Свои умения Большому Крупному Бренду И в этом случае Социальные сети Они Будут просто Дополнительным Фактором Которые вас удорожают То есть Там Возвращаясь К дзену А дзен Все равно Сейчас Ну вот Многими моими друзьями Коллегами Знакомыми Он рассматривается Площадка Как более экспертная Нежели тот же самый Там Инстаграм В телеграме Искать тяжело Особенно людям Вот не супер Гениальным В социальных сетях А инстаграм Все-таки Ну то есть там Инстаграм Прикольнее смотреть иногда Чем извлекать Из него пользу То есть дзен Реально превратился В площадку Не только Смотребельную Но и экспертную То есть здесь Вы как эксперт Ну а вы по большому счету Уже эксперт Вы уже профессионал Потому что у вас есть китель Все, человек надел китель Он повар То есть человек надел Белый халат Он доктор Человек надел Шахтерскую каску Он герой Прям Ну все Здесь Вы уже обладаете Уровенем экспертности Вы уже обладаете Причем Опять же То есть Если без кителя Ваша целевая аудитория Она там скорее Ваши ровесники А в кителе Вы ее очень круто Расширяете Поэтому я всегда Прям рекомендую Ну вот у вас есть плюсы Используйте их По максимуму Потому что Даже те бабушки Которые отлично Готовят Не знаю Пироги и блины Они не знают Почему их хорошо готовят Они не знают Что там происходит С тестом Они не знают Сколько нужно тушить капусту Чтобы ее вкус Сохранился Ну и они И они прожили 50 лет Они не умеют Бульон варить То есть Почему она у меня мутная Получается 40 лет Вот То есть Все эти вещи Вы знаете Вы эксперты И лучше Продавать их Не один раз Задешево А это все равно Задешево Лучше продавайте их Один раз То есть Лучше продавайте их Надолго Стабильно Стандартно Но опять же Здесь все Круется вокруг того Что вам нужно Создать образ Дзен вам в помощь В том числе Это один Из Вариантов Ради денег Славы и любви Это знаете Мой принцип Все что ты делаешь Ты должен делать Ради денег Славы и любви А здесь Вы можете Конечно По своему желанию Расставлять Ради любви Денег и славы Ради Что там Славы и денег Любви Но по хорошему По хорошему Все это Составляющее Там Одного Очень важного Аспекта Который должен Присутствовать В жизни человека Это счастье Ну то есть У тебя все Любовь Деньги Ну опять же Та же самая Слава Она конечно Ну просто Любая слава Она должна Монетизироваться В деньги То есть Если слава Не монетизируется Значит Плохая слава Опять же Там Дзен Прекрасный Дзен подарит вам Славу А слава Поможет вам Заработать Много денег Это Не слава Бухгалтера Ну Узнаваемость Медийность И прочее Прочее Ой Дело Это самое фиговое Слово Самая Самая Тяжелая Штука В жизни Каждого Человека Знаете В чем популярность Большинства Кулинарных Блогов Большинства Там Кулинарных Видео Большинства Там Публикаций То что Люди Смотрят Какой Классный Рецептик Они смотрят И они Обещают себе Что они Это повторят Человек Дал себе Обещание Кстати Поэтому Вот это Очень важно Там Если вы Делаете Какой-то Видеоконтент Не важно То есть Это Там Длинное Экспертное Видео Или Короткое Видео Вертикальное Или Это Просто Статья Вы Должны Помнить Вот это Это Очень Важно Всегда Что Человек То есть Это Должен Быть Рецепт Который Человек Никогда Не повторит Ну то есть Вам нужно Будет Выкопать Яму Запечь Там Быка Целиком Предварительно Быка Там Нашпиговать Бараном Курицей Яйцами Ну то есть То Видео Которое Человек Будет Смотреть Просто Как Вау И так Можно Было Ну то есть Какая Вот такая История Которую Теоретически Повторить Может Вот Нечто Среднее Оно Не зайдет То есть У человека Всегда Должна Быть Радость Узнавания А ну и Третий Вариант Такой Ну просто Вот Очень Экспертная Штука То есть Вы можете Делать Пирог С капустой Ну абсолютно Четко Показывать Что я Беру Там Именно 7 Граммов Дрожей Это Вот Только Посмотрите Вот Чем Берут Многие Домохозяйки Они Такой Это Скорее Онлайн Мастер Класс То есть Если Вы Не делаете Онлайн Мастер Класс Если Вы Делаете Просто Прикольное Видео То есть Или Человек Это Никогда Не Повторяет Или Теоретически Может Повторить А почему Теоретически Он может Повторить Ну То есть Там Доступные Например Там Доступные Ингредиенты Или Это Знакомое Блюдо Но с Какой То Фишечкой Вам Нужно Делать Эту Еще Историю Для Чего Потому Что Потом Когда К вам Придут Ребята И Скажут Давай Будем Делать Интеграцию Им Это Будет Очень Важно Потому Что Не Знаю Будет Какой Нибудь Соус В Этому Рецепте Яркий Красивый В Оранжевой Банке Что Запомнит Человек Этот Соус В Не Купит Ничего Из Этих Ингредиентов И Продолжит Есть Доширак Но У Него Будет Этот Соус Он Дал Себе Обещание Он Молодец Он Стремится Он Стремится Ну А Производитель Говорит Вам Спасибо Слушай По твоему Промокоду Купили Еще Один Соус Стили Ну Сегодня Говорила Уже Об этом Женя Что Выбирайте Стиль Выбирайте И старайтесь Стать Трендсеттером Почему Очень Важен Свой Стиль Ну Вы Узнаете То есть Вы Узнаваемые Вы Прям Крутой Я Очень Долго Искал Варианты Например Как Пилить Длинные Видео На Дзене То есть Я Когда Я Там Начинал Делать Их Сначала Очень Прям То есть Там С Двумя Операторами Тремя Камерами С Крутым Светом С Картинкой С Каким Не Нужен В В Компьютере Потом Начали Делать Нарочито Простые Вещи Снятые На Телефон Тоже Так Себе Фигня В Итоге Сейчас Пришли К То есть Я Пришел К Определенному Стилю Если Кому То Интересно То Мы Бьем На Одну Камеру Все Подводки Снимаются Ну Одной Камерой Все Что Нужно Сказал Рассказал В Камеру Остальные Большая Часть Это Руки Если Что-то Нужно На Закадр Закадр Начитывается Тут же Потом Монтажер Это Соберет Камера Одна Фон Сзади Размытый Залитый Астерами Ну В какой-нибудь Цвет Синий Оранжевый Желтый Красный И Да и Все Ну И Картинка Опять же Там Не сильно Шире Плечей Почему В итоге Вернули То есть Остановился На этом Варианте Он Дешевый В производстве То есть Это удобно Монтажеру Он быстро Собирает Ролики Тебе Тебе Не нужно Тратиться На аренду Дополнительного Оборудования Ну И В общем-то Ты не Отвлекаешься Ну Вообще На то Что происходит Вокруг Там Кто Снимает Себе Материал Реально На камеру Попробуйте Вот такой Вот вариант Ну Реально Он очень Хороший Там 5-6 роликов В день Снимешь И Прям Классненько Отдал Монтажеру Он их Собрал И все По деньгам Мне Это счастье Выходит Ну да Производство Шести роликов С продуктами Мне Получается Ну Порядка Тысяч Десяти За ролик Там Ну Тысяч Семьдесят Вот За весь Этот Процесс Но Это Прям Получается Реально Хорошее Смотребельное Качество Из которого Можно Сделать Вменяемое Видео Минуты На 4-5 Или Там Нарезать Несколько Рилсов Особенно Если Там Походу У тебя Рецепт Разбит На Несколько Составляющих Или Есть Какие Полезные Лайфхаки Вот Так что Свой Стиль Это Хорошо Ну Не просто Контент Это Скорее Возвращаясь К тому Когда Упырят Из Тиктока Но Я просто Не очень Люблю Тикток Потому Как Ну Вот Я смотрел Ролики Из Тиктока И Я понимаю Что Мне Даже Как-то Неловко Смотреть Эта Штука Поэтому Но Это Возрастное То Когда Я был Молод Родители Слушая Кино Говорили Господи Как ты Можешь Это Слушать Наверное Да То есть Ну И то же самое Они говорили Про руки Верх И Сейчас Я Подрос И понимаю Что Да Руки Верх Не несут Ничего Глубокого Вечного Крутого Но Ностальгии Можно Потанцевать Вот Не просто Контент Опять же Я Не рекомендую Людям Брать Популярные Круто Зашедшие Ролики Из Инстаграм Тиктока Ютуба Шортов И Переделывать Их на Свой лад Не факт Что вы Переделаете Их Хорошо Вот И факт Что вы Потеряете В экспертности Это Прям Абсолютно Четко Ну Лучше Сами Становитесь Трендсеттерами Чем Ну вот Повторюшка Дядя Хрюшка А кто Так Обзывает Сам так Называется Президент Сказал Вообще Деньги Есть Это Это Не про Меня Но у Меня Таща Все Нормально У меня Очень смешная История Я сейчас Покупаю Дом Очень Дорого В Москве Стоит Дом И Я Прям Жене Так Говорю Что Как раз Денег Нет А теперь У нас В отпуск Мы поедем На те Деньги Которые Заработаем В Дзене Прям Отлично Она Теперь Не мешает Мне Написать Дзен В Дзене Деньги Есть Это Реально По кайфу Даже Будучи Ну вот Честно Я скажу Что в первый месяц Когда я завел Себе Дзен И выгрузил Туда Порядка Не знаю Там Ну 10 12 Публикаций Я заработал 10 тысяч Ну прям Круто Прям Круто Ну Работой Тебе Никто Не мешает То есть В принципе В Дзене Можно заработать Это прекрасно У Дзена Деньги Есть Счастье Здоровье Любви Удачи Прям Спасибо Вам Спасибо Вам Так что да Китили путевку В Сочи Шеф без кухни Моя любимая тема Возвращаясь к тому С чего я начинал Нравится ли мне Работать на кухне Да Нравится ли мне Работать на кухне Нет Ну то есть Нравится ли мне Работать на кухне Постоянно Нет Вот железобетон Нет Время от времени Я прошусь На кухне К друзьям Шефом Типа Дай за пару Отбить Ну и То есть я нашел для себя Очень крутой вариант То есть я взял себе Например Там хороший ресторан С именем В городе Ярославль Я стал там бренд-шеф То есть я отвечаю За обновление меню За его изменения За обучение команды Там за какие-то Прекрасные ивенты Я появляюсь в ресторане Там раз в месяц На 3-4 дня Вот Нету выше крыши А сейчас Я строю еще один ресторан Но у него там Очень хитрая история То есть он рассчитан Под людей Которые Путешествуют В круизных Лайнерах По Волке И вот они будут приезжать Бедно в этот город Углич Выходить И попадать в наш ресторан Помесь Столовой Ике И кофемани Ну вот такая прикольная штука Вот То есть я С удовольствием берусь За ресторан Когда его нужно запустить Поставить меню Переосмыслить меню Ну или такой вот Вариант бренд-шефства Когда ты появляешься В ресторане Ред Ну то есть не ред Но раз в месяц Достаточно часто Ну там конечно Должен быть уверен В шефе, который на месте И в управленцах Которые есть на месте Ну Опять же Кто вам мешает Выбирать Все остальное время Я Трачу на то Что мне действительно интересно Телешоу Интернет-проекты Работа с крупными брендами Корпоративы Как бы там Как бы это ни звучало Ну блин Это отличная история Которая С одной стороны Приносит вам деньги С другой стороны Приносит вам всегда Плотный контакт С гостем С заказчиком Ну и как правило Это вот Вам хлопают Вам говорят Что вы лучшие Что вы Это самое яркое Гастрономическое впечатление И переживание В жизни гостя Ну то есть Это прям прекрасно Почему нет Вы великолепные люди И у вас есть деньги Вот поэтому Все остальное время Вы можете тратить на то Чтобы реализовываться Как повар Как человек Работающий с продуктом Как человек Которому есть Что рассказать Или есть Что сделать Но Вы не общаетесь С учредителями Каждый день Это же тоже здорово С учредителями С хостами С администрацией С манагерами А Фишечка-то Слушайте Мне сказали Что вам подарили Всем При поступлении Отличные ножи Да Айсел По-моему Да У вас В скрутках Да Прям Красавца Айсел Мне очень нравится Кованые Португальские ножи Я самими работал Самыми работал Я работал И айсел И цвилингом До тех пор Пока не получил Таджира в руки Работа Настоящими Японскими ножами Это Отдельное счастье Поэтому Мы вот Посовещались И пришли к тому Вы же все равно Все будете Регистрироваться На Дзене Будете пилить Контент А сколько Людей выйдет Финал Трое Трое Выйдет Финал Здесь Мы подарим Мер Десяти Мы подарим Мер Хорошо А сколько И все То есть Вот Десять А я понял Хорошо Я сделаю все Гораздо проще Я всегда Самый позитивный Самый хороший Самый добрый Отзывший человек Несмотря на то Что я Там рассказывал Вам что Ничего хорошего Вас не ждет Смотрите Мы сделаем проще Среди всех Всех студентов Института Которые Зарегистрируются На Дзене И которые Ну Зарегистрируются В конкурсе И Неважно На каком этапе Вы вылетите Честно Я вот Я самый хороший Я сам Неважно На каком этапе Вы вылетите Главное Что вы Начнете Участвовать В этом конкурсе Я посмотрю На свой Извращенный Иногда Вкус Выберу Человека Которому Отправлю Ну вот Этот вот Замечательный Нож Таджира Серия Про Для кухни Самая То Моется Идеальная Ручка Не летая Ручка Пола Сбалансированный Тонкий Крутой 8000 грит Заточка Ну прям Конфетка Конфетка Я думаю Что украсит Любую скрутку Но Опять же Надо Зарегистрироваться На Дзене Ну и сделать Хоть один Контент Который Ну это же Очень хорошо Это знаете Вот я езжу на рыбалке Иногда Ну поймал Вот я в первый день На рыбалке Поймал щуку 14 килограмм Я понимаю Что я лучше не поймаю Больше не поймаю Что я делал Все остальное время Да ничего Просто катался На лодочке Смотрел Подбухивал Вот То же самое Если вы Сделаете Даже Зарегистрируетесь На Дзене Сделаете Один супер Статью И не сделаете Ничего больше Но она будет Реально На мой взгляд Лучше Отправлю нож Вот А на этом На этом все Потому что Надо заканчивать Надо ехать Деньги зарабатывать На ножах Да Я это дополню Чуть-чуть Да Смотрите Я еще раз повторюсь Что Гриша конечно Расскал про Свою часть Условно Да Как это можно Делать С точки зрения Работы с брендами Безусловно Есть и другие Вариации Например Как в У Мухина Не настолько Медийный Действительно У него не такой Медиа индекс Как Например У Ивлева Ивлев гораздо известнее Гораздо медийнее Но С другой стороны Да Если вы Выбираете Путь Стать действительно Шефом Работать Постоянно На кухне То В целом Это тоже Имеет право На жизнь У него тоже Свой блог Просто нужно Принимать Четко Вашу целевую Аудиторию На которой Вы собираетесь Вещать Это очень важно Потому что У Вова У него очень Целевая аудитория Это такая Светская тусовка Его ресторанов Да Ну Совместного Естественно С Борисом На которую Он собственно Этот контент Это делает Он выбрал На себя Определенную Нишу Он на эту Нишу Исключительно Работает Кстати Говорят Никак не моляет Его заработка Один Мастер-класс От Вовы Стоит Один Миллион Рублей Порядка Двухсот тысяч Евро Ежегодно Порядка Двухсот тысяч Ежегодно В последние В течение Предыдущих Четыре А Сколько Восьми Лет Они Тратили На маркетинг Это Да Но Если Так Давайте Недавно Мы аналитические Данные Получили В среднем Срабатывают От Ста До Трехсот Тысяч Доллар Ежемесячно Это Почти Около Двухсот Миллион Рублей Так что У вас хорошая Мотивация Ребята Их потом Посодить Неправда Посодить Не было Такого Еще Просто До них Еще Не дошли Это Ложка Девок Цент Криши Но Не Слушайте Не Регистрируйте ИП Потом О Да И здесь Смотрите Еще раз Важно Повторю Повторюсь Что Лекции Будут читать Абсолютно Разные Спикеры Да Например Аня Брейн Ани Борщи Которая Тысячный Влог В Дзене Причем Миллион Уже Она Например Будет читать Про то Как писать Все персональные Рецензии На рестораны Да Вы можете Например Послушать Ее Выбрать Себе Допустим Этот Путь У вас Будет Замечательная Жизель Макдиева Которая Ходит В топ 10 Лучших Кондитеров У меня Есть Своя Книжка У нее Написала Свою Книжку Искусство На десерты У вас Будет От нее Еще Мастер Класс Ну И Плюс Еще Естественно Она Расскажет Например Про свой Куть Развитие Она Выбрала Кондитер Она Расскажет Про то Как Снимать Продавать Красивую Еду И Как Это Действительно Делать Отдельный Вид Искусство Поэтому В целом У вас Настолько Разнообразная Программа Что Я Сама Завидую Что У меня Не было Таких Программ Когда Я Начну Подожди Нет Ты Не Можешь Ты Ж Мать Драконов Давай Хорошо Тем более Ты знаешь Алгоритмы Да Кстати Да Вам Сейчас Дали Потрясающий Инсайт Многие Сейчас Постят В Дзен Бессмысленно И Не знаю Что Надо Постить Длинные Видосы Как В Ютубе Да Да Это Ну Слушайте Такие Лайфхаки Мы Все Скажем Это Правда То есть Когда Вы Впадете В Группу Мы Будем Вас Прям Вести То есть Говорить Что Хорошо Что Что Плох Разбирать Контент Говорить Где Качественный Контент Где Некачественный Вы Получите Много Таких Прикольных Лайфхаков В том числе От спикеров Которые Вы сможете Применить Уже Потом К себе Ну И Опять Отдельный Кайф У вас Есть Персональный Менеджер В дизайне Да Да У всех Есть Такое Предвление Ну И Естественно В ТикТоке Такого Нет Да В Вопросы Есть Нет Давай Биба Байдани Гарсиа Это В Марбелии Прям А Биба Дани Гарсиа У него Две Звезды Ну По-моему Где У него В Мадриде По-моему Биба Его Ресторан В Марбелии Золотая Лига Там Я Долго Проработал Работал В Италии У Роджеро В городе Сан-Джиминяно Хотя Сан-Джиминяно Круто Тем Что там Делают Лучшие В Италии Джилатто В Германии Но в Германии Мы долго Работали Вообще С историей Грили Я же Сертифицированный Мастер Грили Я вообще Когда заходил На медиарынок Я прям Посмотрел А чем Заходить И Прям Посмотрел История С Грилем Свободная Всем сказал Отлично Я король Грили Давайте Погнали Вперед Вот Ну и А так Обычно Ты много Путешествуешь И Два-три дня Обычно Тебя пускают На любой Ресторан Вообще На любой Спасибо Подарки Главное Дадут Сейчас И Пойдем А И Собирайте Обязательно Вот эти Вот Штуки Они Очень Круто Вас Мотивируют У меня У меня Кабинет Он Вот Весь Во всяких Рамках Благодарности Вот Отлично Значит Мы Присоединимся На эту Стену Я вас рядом С Собянином Повешу Блин Звучит Ты как С благодарностью Сергей Семенович И с благодарностью От нашего Института За вашу Лекцию За ваш опыт Которым Вы делитесь С нашими Студентами Это просто Бесценно Хотим вас поблагодарить Спасибо огромное Нашим мир Вот смотри Институт